Весна в разгаре Время затронуть тему благоустройства Вот именно о том, как будут приводиться улицы в порядок в городском округе как раз и поговорим сегодня Я напоминаю всем, что мы работаем в прямом эфире Телефоны прямой линии 8 498 642 1950 8 498 642 1952 Ваши вопросы, ваши пожелания ждем по этим номерам Также я напоминаю, что у нас ведется прямая трансляция на нашем сайте www.lrt.tv в разделе прямой эфир Под видео вы также можете задать свои вопросы Владимир Петрович, ну что ж, зима выдалась по сравнению с прошлогодней очень снежная Скажите, пожалуйста, как справлялись коммунальные службы с уборкой улиц? Ну, видите, сейчас уже по сути у нас 4 апреля Такая весна по сути в разгаре, а снега еще много Поэтому даже если где-то мы снег не сумели убрать, как это должно было быть Но его можно заметить, что он еще есть Но я могу сказать это однозначно, и жители это заметили Что мы все-таки ситуацию на дорогах удержали Снег мы, я оцениваю, достаточно в те нормативные сроки, как это прописано Определенными правилами, нормативами Мы справились, и снег с дорог был по сути вовремя убран Особенно по центральным магистралям Я думаю, что жители заметили при обильных снегопадах Они были несколько дней Октябрьская, Смирновская, Кирова, Егорьевская Это зона нашей ответственности Мы, естественно, все это удержали Комсомольский проспект Даю себе отчет, что и были жалобы жителей Это все, что касается частного сектора Там были некие задержки А также проезда возле многоквартирных домов Это тоже факт И здесь много разных причин Причина та, что машины паркуются, скажем Где паркуются, там паркуются Причем они оставляют практически на всю зиму И почистить там, где стоит машина, нереально Да, и понятно, что только вручную И это сложно А потом снега много Вопрос, куда его убрать, куда его перебросить Будем говорить, что у меня жалобы Что снег надо вывозить Я хочу вам сказать Мы могли бы снег и вывезти У нас бы деньги закончились в мае месяце Потому что вывозь снега – это дорогое удовольствие Поэтому там, где это необходимо Где центровые места Где основные места Места, где идет скопление людей Достаточно приличное Это всевозможные проходы к общественным местам Понятно, мы и снег и отбрасываем И вывозим Но вывезти его ввесь, 100% Это просто невозможно И не будем друг друга обманывать Но стояла задача, чтобы проходы были очищены Дороги были чистые Мы это все удержали Чтобы люди наши знали, что в эту зиму происходило Потому что все-таки зима, она, по крайней мере, коммунальщиково нарадовала Где-то до середины января Потому что и морозы были не сильные И снега было не так много Понятно, что вторая половина января Февраль – это и морозы, снегопады И вот у нас на дорогах выходило постоянно там 210-220 человек И порядка 70 единиц техники Это ежедневно И особенно, что касается центральных магистралей Очистка дорог была по ночам И это был трехсменный режим работы И люди отрабатывали Надо дать должное Что касается управляющей компании То у нас сегодня 3-4 управляющих компаний У нас есть порядка 40 ТСЖ и ЖСК И могу сказать, что в целом Где-то у нас работало во время снегопада Где-то не менее 1200-1300 человек Это тоже очень большая армия Мне говорят, где этих людей увидеть Но надо было видеть, что мы и чистили и тротуары И проходы, и проезды Кто-то же это делал Поэтому территория большая И понятно, если этих людей поставить на стадионе Мы бы видели тысячу человек А когда они разбросаны по территории всего городского округа Это как бы не особо увидишь И порядка 210-220 единиц техники Тоже ежедневно выходили и работали Надо дать должное Тоже хочу сказать, что люди наши знали Управляющие компании разные И, скажем, есть управляющая компания Скажем, там Домоуправ Это вот Моросина Понятно, что мы от таких будем, естественно, избавляться Но у нас есть и компании, такие как Лук Как ЛГЖТ Сегодня, значит, в микрорайоне 7-й, 8-й Тогда зашли компании ПИК И люди работают на уровне Они и техникой оснащены, и люди есть Поэтому будем стремиться привлекать и управляющие компании Достаточно профессиональные И чтобы они были обеспечены необходимой техникой По сути, мы этим занимались раньше Сейчас получили очередной опыт И я оценю, что мы ситуацию в целом удержали под контролем Мне подсказывает, у нас есть первый звонок Здравствуйте Говорите, вы в эфире Алло Здравствуйте, говорите Здравствуйте, меня зовут Наталья Житель дома, проспект Гагарина, 9 Сейчас везде не только в Любицах Одна большая проблема Это нехватка парковочных мест для машин У нас благоустройство дворовых территорий Проходило где-то за счет газонов Мы жертвовали Приходилось дополнительные места для машин оборудовать И теперь вот такой, мягко говоря, неприятный весенний подарок Для жителей нашего дома по соседству Построили место физкультурно-оздоровительного комплекса Супермаркет Без единого машиноместа И получается, что сотрудники супермаркета Всякие разгрузки, погрузки Происходят на дворовой территории нашего дома В том числе круглосуточно Почему не учли при благоустройстве территории данного сооружения Что для машинных мест для супермаркета должны быть? Спасибо, Наталья Вопрос понятен И эта проблема есть Потому что, во-первых, разрешение сегодня выдает Министерство строительства Московской области Мы эти все вопросы согласовываем Поэтому в данном случае Этой структуре, которая, по сути, в конечном итоге построила Магазин, будем вечно называть своими именами У нее все разрешительные документы на ФОК Более того, акт ввода этого сооружения Или здания в эксплуатацию ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс Да, они открыли магазин Мы сегодня документы подали в суды Мы в этих вопросах обратились Чтобы этот вопрос сопровождала прокуратура И будем в судах добиваться Чтобы именно вот это строение Оно использовалось как физкультурно-оздоровительный комплекс Да, это частная структура Это земельный участок принадлежал компании ПИК Которая застраивала этот участок Компания ПИК перепродала этот земельный участок Понятно, частная структура Но есть вопрос назначения земельного участка Назначение земельного участка Физкультурно-оздоровительный комплекс Поэтому будем в судах доказывать И понуждать эту же частную структуру Чтобы там был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс Да, кстати, что касается ФОКа, было очень много вопросов. Они на электронную почту нам приходили и звонками заранее, и в сетях. Очень много задавали вопрос, почему ждали ФОК, а открылся как раз магазин. Не будем называть его, дабы избежать рекламы. Все-таки продолжим тему благоустройства. Снегопады в зимний период. Очень приятно было видеть, что многие, большинство людей не ждали, когда придет управляющая компания, когда придет дворник и расчистит им подъезд или улицу. Большинство людей взяли лопаты и сами пошли чистить свои тротуары. Это было очень приятно смотреть. Был вопрос у нас такой от Татьяны Евгеньевны Смирновой, проживающей на улице Льва Толстого. Она задала вопрос, касающийся уборки территорий между домами по улице Гоголя, 15-17, 17-19. Она говорит, что уже на протяжении нескольких лет идет извечная борьба между управляющими компаниями и городом. Кто должен чистить эти территории между домами? В частности, между 15-17 домом, между 17-19 домом? Я сейчас не отвечу, но у нас вся территория городского округа, Люберцы, все поселки, у нас территория определена. За каждой территорией закреплен та или иная юридическая структура. Поэтому если это управляющая компания, скажем, жилой дом, то есть нормативы, есть регламент определенный. И на расстоянии 30 метров от жилого дома, это обязательно управляющая компания. А там надо смотреть. Но если это, скажем, жилой массив, и, ну, условно, скажем, там я подозреваю, что эти дома... Может, там дорога, да? Дорогу старейся проходят. Люберецкий городской жилищный трест. Надо посмотреть, где дорога до Тортура, точно управляющая компания. Если там жилой массив, то все-таки за всю эту территорию отвечает управляющая компания, если я там повторяюсь, если это ЛГЖТ, то это ЛГЖТ. Просто я себе вопрос зафиксировал. У вас телефоны остались? Да, все есть. Да, нам передадите, мы выйдем на связь. Более того, я, скажем, попрошу своих коллег встретиться с заявителем, посмотреть, сказать, подсказать, если нужно, мы примем определенные решения, потому что вся территория городского округа, она распределена. У нас везде есть, скажем так, хозяин этого клочка земли. Бесхозных территорий нет? Нет, с точки зрения, не то, что он собственник, а с точки зрения, что он отвечает за содержание территории. Мне подсказывают, еще есть звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос по поводу детского сада номер 150, который находится на мысе. Очень большая там проблема с асфальтовым покрытием. Во-первых, не имеется никаких стоков. Вот сейчас тает снег, просто стоят лужи, по которым пройти невозможно. То есть мы с детьми вынуждены обходить по кустам, перелезая через флажки. Вот. Кроме того, когда вот даже высохнет снег растаявший, само покрытие, оно давно-давно не делалось, оно шероховатое, состоит из выпуклых камней. То есть вот если ребенок упадет, то там, в общем-то, он повредит себе очень сильно кожу. Вот скажите, пожалуйста, мы неоднократно обращались к Чижовой Елене Андреевне с этим вопросом. Но, к сожалению, вот ничего нас не слышат, ничего не делается. Что-то можно по этому поводу предпринять? Давайте так. Я этот вопрос себе зафиксировал. Я скажу так, вот по большому секрету, в свое время мои дети этот детский садик посещали, поэтому по возможности постараюсь даже сам заехать, посмотреть, что происходит, и мы в состоянии принять определенные меры. Если там это покрытие, асфальт пришел в негодность, то мы в состоянии его отремонтировать или покрыть, или новое покрытие сделать. Поэтому я больших проблем не вижу. Понятно, что сейчас мы не сделаем, потому что асфальт делается при хороших погодных условиях, не раньше мая месяца. Я надеюсь, что мы в план вставим, я себе вопрос зафиксировал, постараемся помочь. Ну, кстати, надо отдать должное, если по сравнению с прошлым годом, а ям на дорогах практически нет. Ну, меньше. В прошлом году было очень много. Я скажу любой вопрос, который так или иначе решается, а если он решается, то кто-то к нему, я уже извиняюсь, приложил руку. Сегодня министр транспорта Московской области, такой Тресков Игорь Борисович, и когда он больше года назад, когда заступил на эту должность, вел некую систему, значит, она в чем заключалась? Оцифровка ям, привязка к системе ГЛОНАСС, фотография ямы до, во время ремонта и после ремонта. Потому что сегодня у каждого есть телефон, значит, и поначалу как бы все немножко даже и посмеивались, было такое недоверие, пошла отчетность и оплата, скажем, подрядчику, который ямы ремонтирует, шла после того, когда была фотография, когда это было зафиксировано и было привязано к системе ГЛОНАСС. Это делается просто, я так долго рассказываю, это делается, по сути, мгновенно, кто этому обучен. А там, где ямы появляются, значит, тоже надо было зафиксировать, отправить. Это все было в определенной картотеке. Более того, работа сегодня добродел, и многие, кто, скажем, следит за ситуацией на территории, есть люди очень неравнодушные, такие в чем-то принципиальные, они сами фотографируют, сами отправляют, ставят на контроль. Поэтому, когда эта тема накрывается, скажем, тотально и целиком, тогда, я извиняюсь, вот я сегодня работаю главой администрации, даю себе отчет, что сегодня работаю, через какое-то время кто-то будет другой, но с администрацией где-то надо спрашивать. Желательно, чтобы администрация была под контролем жителей, а сегодня социальные сети позволяют это делать. Поэтому, когда это все накрывается, то и ям становится меньше, потому что мы обречены мгновенно реагировать, находить этот асфальт, понятно, что летом легче, а зимой сложнее, потому что технологии другие, этот асфальт не так долго держится, но, по крайней мере, зимой, если так называемый, литой асфальт, мы его, если это, скажем, более-менее качественно укладываем, его точно хватает минимум на полгода. И понятно, что это не долго, но мы зимой, я самого-то любитель, или, я помню, лет 10, я не говорю, 20 лет назад, когда зима и температуры проходили, или переходили через ноль, то в этих ямах можно было оставить колеса. Я не могу сказать, что у нас сегодня все очень гладко. Нет, они есть, но по сравнению с прошлым годом... Но ям стало значительно меньше, потому что все на контроле. На контроле, и, повторяю, это все происходит оплата после того, когда я уже назвал, это фотография, отчетность и фиксация через систему ГЛОНАСС. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, телефон прямых линий 8 498 642 1950, 8 498 642 1952. Также у нас ведется трансляция на нашем сайте www.lrt.tv в разделе прямой эфир, и также под видео в разделе комментариев вы можете оставить свои вопросы. Убедительная просьба, оставляйте контактные данные для связи с вами позже. Владимир Петрович, вот смотрите, в прошлом году была создана единая служба ЖКХ. Она была создана на базе ЛГЖТ. И вот за этот год работы служба доказала свою правомерность и целесообразность создания. Я предлагаю сначала посмотреть небольшой сюжет о том, что она собой представляет, и дальше продолжим разговор. Будьте добры, покажите нам сюжет. Оператор Татьяна, здравствуйте. Можно адрес говорить, пожалуйста. 24 часа в сутки, 365 дней в году. По такому графику работает ЕДС ЖКХ в Люберцах. В день на горячую линию контакт-центра поступает порядка 1200 обращений. И чтобы разобраться с проблемой, операторам необходимо не более трех минут. Единая диспетчерская служба была создана на базе управляющей компании в Люберцах, это ЛГЖТ. За два года своей работы она показала себя с очень хорошей стороны в части приема заявок, их отработки, также в аварийных каких-то работах. Операторы ЕДС ЖКХ принимают заявки по таким вопросам, как сбои в подаче коммунальных услуг, содержание дворовых и общегородских территорий, подъездов, детских площадок, мусоропроводов, эксплуатации газового оборудования. Если у вас случилась какая-то проблема, связанная с ЖКХ, вы можете позвонить в нашу единую службу. Мы принимаем от вас заявку. У нас есть три номера. Первый по городскому 8-103-44-33, второй бесплатный 8-800-301-44-33 и по короткому номеру звездочка 5-105. Обращение в онлайн-режиме направляется в управляющую компанию для исполнения. Кроме того, все заявки жителей фиксируются, записываются и заносятся в специальную электронную базу. Житель в любое время может позвонить и узнать, на каком этапе находится решение его проблемы. Есть звонящие люди, которые довольны, которые недовольны. Есть даже люди, которые звонят и оставляют благодарность. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за то, что быстро выполнили заявки. То есть, можно сказать, 50 на 50. К единой диспетчерской службе ЖКХ города Люберец уже присоединились поселки. Малаховка, Красково, Коренёво, Томилино, Октябрьский. В ближайших планах организации охватить весь округ. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Мы посмотрели сейчас сюжет. Скажите, пожалуйста, относительно недавно данная служба была в интегрированную службу 112. И Люберцы стали пилотным проектом по Московской области. Вот именно в такой интеграции. Для чего это было необходимо? Как вообще возникла такая идея? И есть ли результаты? Я скажу более того, если вот единая диспетчерская служба ЖКХ интегрирована в службу 112, мы первые в этом плане. В других районах или городах в Московской области нет. Более того, я бы сказал, что мы даже стали инициаторами этого вопроса. Но суть в том, что так сложилось, что у нас на территории есть Люберецкий городской жилищный трест. Вот эта управляющая компания, она самая крупная в Московской области. И есть оценки качества и так далее. Для такой компании, где, скажем, жилой фонд там порядка более 3,5 тысяч квадратных метров. И понятно, когда есть новый жилой фонд, новостройки, там одна ситуация. Ну, у нас же много домов с 50-летним, скажем, сроком, когда эти дома были построены. Да, и это есть определенные вопросы в содержании таких домов. Тем не менее, мы в целом ситуацию держим. Потому что, чтобы ситуацию как-то удержать, значит, вот при Люберецком городском жилищном тресте несколько лет назад была создана такая диспетчерская служба. Только в одной, значит, в одной управляющей компанией. Большой жилой фонд. И эта, скажем, компания получила первый опыт работы с жителями на предмет каких-то аварийных ситуаций, вопросов, просьб со стороны жителей. Мы, глядя на то, что, в принципе, идет работа с жителями, мы в прошлом году эту работу как бы распространили на целый ряд других компаний. Значит, и на базе, вот, скажем, диспетчерской службы ЛГЖТ мы создали в городе свою диспетчерскую службу, куда вошли целый ряд компаний. Ну, а впоследствии было издано распоряжение губернатора, этим занимается его заместитель Пестов Дмитрий Владимирович, где стояла задача развить единую диспетчерскую службу ЖКХ на территории городов и районов. И мы на основании этого, скажем, распоряжения, эту работу дальше продвинули. В области определено пять территорий как пилотные проекты. Мы в этот пилотный проект вошли, мы пошли дальше. Значит, мы, я уже об этом говорил, мы эту службу диспетчерскую сегодня, по сути, скажем, соединили, мы ее интегрировали со службой 112. И на сегодняшний день все, что поступает в службу 112, на автомате эти звонки уходят в диспетчерскую службу ЖКХ. На отдельном сервере это все хранится, это все записывается. Я могу вам сказать, вот я смотрел перед сегодняшней программой, только за последний месяц мы получили порядка более 26 тысяч звонков. И звонки самые разные, потому что когда... Это в общей по 112 службе, да? Это по службе уже единая диспетчерская служба, а не по службе 112. Это отдельная служба, 112 там отдельно, там тоже поступают десятки тысяч звонков. Это только по линии ЖКХ. И суть в том, что на сегодняшний день так складывается, что где-то есть вопросы по электричеству, где-то есть по теплу, где-то по воде, где-то по кровле, есть вопросы по телевещанию. То есть вопросов всегда много, начиная от того, что сосулька висит где-то прямо возле подъезда, над подъездом, где-то над козырьком, и люди звонят и принимаются. По сути, я оценю достаточно оперативные меры. Более того, мы когда-то службу открывали, поставили специально осознанно два монитора, где диспетчера находятся в комнате, их 8, когда идет нагрузка, а нагрузка бывает разная, вот я смотрел, значит, где-то в смену могут получать 1200-1300, но когда были у нас такие аварийные ситуации, когда было такое тотальное отключение электричества, то доходило до 4000 звонков в сутки. Все это надо отработать. Более того, мы поставили два монитора, где в автоматическом режиме происходит авария то ли в теплосети, то ли, скажем, в системе водоканала на каком-то конкретном доме. Это фиксируется на мониторе, и в реальном времени мы можем отслеживать, что происходит, и контролируем бригады через систему этих мониторов, отчетность, то есть своя система создана. Мы в этом плане, повторяюсь, продвинулись, и самое главное, там есть телефоны, есть единый телефон, 5105, я думаю, у нас еще там есть и более такие длинные телефоны, городские, поэтому я думаю, что в жировках люди это должны получать, телефоны должны стоять, поэтому любая аварийная ситуация, когда возникает вопрос, самое разное, человек начинает думать, что ему делать, куда ему бежать, кому позвонить, поэтому есть конкретные телефоны, позвонил. Но в 112 он так же, да, может? И в 112, но в 112 туда весь поток падает, и понятно, что 112 служба на автомате это передает дальше. Когда что-то экстренное, цепочка длиннее получается. Не знаешь, куда звонить, а в 112 он проще. В 112 тоже, да. Ну, идеальный вариант, потому что сразу принимаются конкретные решения. Ну, хотя я уже об этом говорил, мы эти службы сегодня запараллелили, они работают полной координацией, интегрированы одна в другую, поэтому на сегодняшний день я думаю, что это в целом будет такое хорошее облегчение нашим жителям, если возникает вопрос, значит, устранить какую-то аварийную ситуацию. А все управляющие компании вошли в эту структуру? На сегодняшний день у нас, я уже об этом говорил, 34 управляющие компании, 20 компаний вошли, это самые крупные, и с ними легче, это 85% жилого фонда. Остались мелкие компании, мы сегодня с ними работаем, мы, я уже извиняюсь, не все хотят, это отдельная тема, почему? Ну, я думаю, что мы их понудим, есть такое слово, и я думаю, в ближайших 2-3 недель мы этот вопрос должны решить на территории нашего городского округа. У нас есть звонок, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Владимир Петрович, здравствуйте, это вот жительница поселка, мы, Мария вас беспокоит, мы вот хотим с таким вопросом к вам обратиться. Вот у нас на поселке очень плохое асфальтовое покрытие, практически его уже нету, ну, как бы со временем, и нету у нас во многих дворах тротуаров. И мы вот, и весна пришла, мы с детьми мучаемся, ходим, нам не обойти, нигде не пройти. Вообще планируется у нас какое-то облагораживание нашего поселка, и вот немножко привести вот в такое нормальное состояние, вот Малаховку, МЭС, именно по тротуарам, по пешеходным дорожкам, чтобы детки могли проехать и на велосипеде, и на самокате, и пройти вот, ну, нормальные в обуви, чтобы не в резиновых сапогах до лета. Вот мы бы хотели вот попросить вас и проверить вот еще остановки наши, они так портят наш весь вид, вот на каждой остановке нашего, ну, где транспорт ходит, Малаховка, МЭС, ну, просто очень некрасивые, они какие-то, может быть, старенькие, или что-то они все уже искореженные, вот это вообще у нас... Мария, я вопрос понял, я даю себе отчет, у нас есть, скажем, на территории городского округа, скажем, ну, я мягко скажу, есть территории не совсем ухоженные, вы знаете, есть такое понятие, или такое выражение, что совершенству нет предела, но по ряду территорий сегодня могу сказать, что в Люберцах мы где-то и Москве не уступаем, я за свои слова отвечаю, я не беру за центр, я беру такие микрорайоны, там, Выхина, значит, Жулебина, там, вот, скажем, окраина Москвы, где жилье, называемые спальные районы, то есть мы относительно за последние годы сделали такой рывок в обустройстве территорий, дорожного покрытия, покрытия тротуаров, детско-спортивные площадки, освещение территорий по Люберцам, сегодня на уровне, я оценю, вопросы стоят, скажем, вопросы решены, в Томилино надо дать должное, у нас есть проблемы сегодня достаточно большие, это поселок Октябрьский, куда требуется определенное вложение, в силу разных причин, и туда же, в это же число входит в том числе и поселок Малаховка, особенно поселок МЭЗ, потому что внимания уделялось мало, по сути не финансировалось, вопросами не занимались, я говорю, как есть, но мы с прошлого года стали городским округом, поэтому я надеюсь, что, коли мы стали городским округом, а за это жители наши проголосовали, по крайней мере, вопросы жителей эти поднимали, и они решены, то мы просто обречены, я не говорю, что мы в этом году все сделаем, потому что это невозможно, потому что это достаточно немалые деньги, так скажу, но мы будем стремиться максимально использовать то, что у нас есть, какие-то вопросы мы решим в этом году, какие-то в следующем, поэтому мы, вопросы связанные с дорогами, тротуарами, мы обречены навести порядок, и мы наведем. Кстати, еще один плюс, объединение передел в городской округ. Кстати, очень много было вопросов, поступающих нам до эфира, касающихся именно поселка МЭЗ, и еще один вопрос был, не могу его не задать, он касается Краскова, улицы Карла Маркса, житель позвонил и пожался на то, что магазин поставили прямо на тротуаре, вот будет ли как-то решен вопрос в положительную сторону? Ну, смотри, какая тоже ситуация, ситуация там следующая, физическое лицо купило два земельных участка, мы эту тему знаем, мы разбирались, один земельный участок он перевел как бы для строительства магазина, он как бы дальний, а второй участок у него был для индивидуального жилищного строительства, и ему этого никто не переводил, тем не менее, такое слово употребляю, я уже извиняюсь, что иду в эфире, воткнул вот это строение, и оно по сути сегодня в границах этих двух земельных участков, сегодня документы тоже отданы в суды, и мы будем в судах отстаивать снос этого строения, чтобы понимали, что у нас намерение серьезное, кто помнит Люберцы, рядом с кинотеатром Октябрь было кафе Валерий, оно было трехэтажное, значит, и там тоже вот этот частник, владелец этой кафешки, самовольно выстроил, хотя его предупреждали, выстроил, значит, мы потратили на суды полтора года, и мы снесли, это всем известно, поэтому я думаю, что суды, это дело не быстрое, но опыт есть, и будем сносить. Еще у нас есть звонок, говорите, вы в эфире, здравствуйте. Мы вас слышим, да, говорите, представьтесь, пожалуйста. Оно, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Город Люберцы, улица Льва Толстого, дом 31, между, Владимир Петрович. Как вас зовут? Меня зовут Валентин Семеновна. Спасибо, Валентин Семеновна. Да, слушаю. Какой у вас вопрос? Между домом Льва Толстого, 31, и дом Льва Толстого, 29, у нас очень плохая территория, просто в безобразном состоянии, находится помойка недалеко, но территория очень неухожена. И это еще влияет на то, что у нас тротуар не отгорожен от дороги. Постоянно на тротуаре стоят машины, и там нельзя проходить никак, потому что очень зима такая была сложная. Много погибель. Очень скользко. Пожалуйста, помогите нам разобраться. Валентин Семеновна, я понял вас. Спасибо. Спасибо. Я даю вам слово, что этот вопрос я поставлю на контроль, посмотрю, что можно сделать и с машинами, и с тротуаром. Хотя я могу вам сказать, что мы только в прошлом году мы, скажем, обустроили более 5600 парковочных мест. И в этом году мы тоже планируем где-то от 4 до 5 тысяч обустроить. Понятно, что парковочные места мы можем сделать только за счет, я уже извиняюсь, где-то территории придымовой, где-то за счет газона, где-то за счет других каких-то территорий. Другого пути нет, потому что мы посмотрим, что можно сделать по парковкам на Льва-Толстого. Есть там где-то возможность и парковочные места сделать, потому что люди машины имеют, они их покупают и будут покупать еще больше. И мы обречены парковки делать. Это тоже никуда не денешься. Ну а с точки зрения покрытия, какая там дорога, тоже посмотрим и максимально постараемся как-то повлиять. Здесь еще, наверное, скорее всего из-за того, что трудно было почистить, потому что кто-то бросил машину, спецтехникой не почистить. Проблема есть. Из-за одного страдают многие. Продолжаем наш эфир. Владимир Петрович, в марте Ассоциация председателей многоквартирных домов проводила конкурс на выбор многоквартирного дома, жители которого активно придут и проголосуют на выборах президента Российской Федерации. И вот дом-победитель получит на выбор работы по благоустройству площадки, по новой, может быть, парковке, либо, не знаю, обстройство детской площадки. Вот как вы оцениваете данный конкурс? Он впервые, по-моему, проводился такой. Да, впервые. Я оцениваю его очень положительно. Ну, возможно, не все жители это знают, но мы старались, по крайней мере, достучаться, давали информацию в эфире, и в том числе на телевидении. У нас сегодня очень сильно разница социальной сети, там давали информацию. Понятно, что люди более старшего поколения, они в социальных сетях не присутствуют, так скажем, это более молодые в социальных сетях участники. Но мы всю территорию городского округа, или мы говорим, всю территорию в прошлом, Люберецкого района, разделили на 8 территорий. На 8 территорий. Где-то в среднем, чтобы было одинаковое число жителей. Мы вышли с такой инициативой. Те дома, в которых жители проголосуют на выборах, или примут участие на выборах, как граждане, максимальное количество жителей придут на выборы, то те дома будут победителями. В каждом округе было определено таких 3 дома. У нас, если 8 округов, это 24 дома. И в этих домах-победителях на выбор по согласованию с советом дома или старшим дома, там, где нужно, мы дом этот либо капитально ремонтируем, либо происходит в доме ремонт подъездов, либо обустраиваем придомовую территорию, либо мы делаем парковки у дома. Это по согласованию с жителями. Для чего это делалось? Мы никогда не говорили, и мы не имеем права по закону говорить или вести агитацию за какого-то кандидата. У нас не было такой задачи. У меня, как у главы и у администрации, была задача одна, чтобы максимальное количество жителей пришло на выборы. Потому что, когда максимальное количество наших жителей приходит на выборы, тогда и результат объективный. Я даю себе отчет, что у нас жители разные, с разной политической ориентацией, нравятся разные кандидаты. Это их право. Но когда основная масса жителей, я не говорю, что это было в Советском Союзе за 99%. Но если у нас на выборах, я благодарен нашим жителям, пришло 67% на выборы. Это хорошая явка. Пришло бы, я извиняюсь, 80% и результат был бы еще более объективным. Поэтому мы ставили задачи, чтобы жители, придя на выборы, их немного стимулировать. Потому что придя на выборы, если ты проголосовал, твой голос тоже будет посчитан в этом доме, значит, у нас есть определенная схема, каким образом это можно, скажем, узнать, какое количество жителей приняло участие в голосовании. Мы же не ставим себе задачу, за кого жители голосуют. Нас на это не интересует. Нас интересует, чтобы максимальное количество жителей дома приняло участие в голосовании. Поэтому была такая инициатива. Я думаю, что она сработала. Я думаю, что что-то подобное мы должны на выборах как-то и дальше применять или как-то предлагать. Потому что я сторонник, чтобы максимальное количество жителей приняло участие в голосовании. У жителей порой бытует мнение, что там они уже все решили, там все решено, можно не ходить. Но я сам ходил на выборы не один раз. Неважно, то ли это избрание депутата на территории, в городе, либо это депутат в Госдуме или президент России. Ничего не определено. Потому что сегодня все считается. Тем более, сегодня установлены видеокамеры и прочее. Поэтому сегодня, как правило, результаты предельно объективны. А если еще стоят вот эти электронные кабины, мы их называем КАИБы, где все происходит в автоматизированном режиме, где пришел, дали тебе бюллетень, и ты его в этот аппарат, извиняюсь, там, вложил, и он на автомате это считает. Туда нельзя даже залезть. Поэтому на сегодняшний день я оценю, что выборы в целом проходят максимально объективно. А вот по домам победителям уже есть результаты? Определены? Сегодня практически определены. Сейчас там комиссия это все добивает. И будем, если диалог тогда уже с советами домов, на предмет, что в каком доме будем делать. Мне подсказывает, у нас еще один звонок. Если жители сегодня активны, это радует. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Шацкова Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, какой у вас вопрос? Я хотела бы задать вопрос по работе скорой помощи в Люберцах. До недавнего времени претензий к службе, к этой, не было вообще. Но вот два последних вопиющих случаев, которые произошли с моей подругой, которая сейчас находится в больнице, меня просто возмутили. Первый случай, когда у человека было давление 220 на 120, через полчаса вместо скорой помощи приезжает участковый врач, который, сами понимаете, не имеет никаких медикаментов, которые могли бы оказать помощь человеку. Это первое. Второе. 21 числа подруга, у нее возникли сильнейшие боли в животе. Вызываем скорую помощь. Скорая помощь отвечает, приедем через 3 часа, раньше нас не ждите. Через 3 часа это можно было уже умереть, потому что человеку было настолько плохо. Кое-как позвонив еще раз и еще раз, скорая приехала через полтора часа. В итоге подругу увезли на скорой в Ухтомскую больницу и тут же прооперировали. Огромное спасибо врачу, который оказал в данном случае экстренную, правильную помощь. До сих пор подруга находится в больнице. Меня это очень возмутил этот случай. Ольга Васильевна, он понятен, и этим вопросом занимаемся. Мы тут буквально на днях на эту тему рассуждали. Я приглашал главных врачей наших стационарных больниц, сегодня приглашал руководителя скорой помощи. Так получилось, что в прошлом году в конце года произошли некие изменения в самой структуре функционирования скорой помощи на территории Московской области. И если раньше была скорая помощь Люберецкого района, у нас вся медицина сегодня ушла в подчинение Министерству здравоохранения Московской области, и сегодня проведены некие преобразования в медицинской скорой помощи. Они в чем связаны? Что ряд районов просто объединили. И здесь такой вопрос есть, как это обустроить, потому что сегодня Люберецкий район, Раменский район, Балашихинский район и Химки объединены в одну территорию административную, что касается скорой медицинской помощи. И зачастую бывает, я скажу так мягко, в этих вопросах неразбериха. И в этом плане надо наводить порядок, потому что и мы его, конечно, наведем, потому что я так думаю, что где-то я в ближайшее время еще думаю и встретился с министром здравоохранения Московской области, с руководителями скорой медицинской помощи, потому что жалоб в последнее время на работу скорой помощи достаточно много. Это правда. И здесь надо принимать какие-то кардинальные решения. Иногда, видите, бывает, хотят сделать как лучшее, и на самом деле, возможно, здесь есть что-то и лучшее, но пока это работает лучшее, ну, не так, как должно работать, слабо, потому что если мы делаем преобразование, они должны быть лучше, чем было, а стало, к сожалению, хуже. Это есть вопрос, этим будем заниматься. Напоминаем, мы в прямом эфире телефоны прямой линии 8 4908 642 19 50 и 8 4908 642 19 52. Задавайте свои вопросы, а мы продолжаем эфир. Владимир Петрович, 7 января стартовал региональный фестиваль городской среды «Выходи гулять». И практически каждые выходные в парках нашего округа и по Московской области проходили различные развлекательные мероприятия. Вот о том, как они проходили, мы сделали небольшой сюжет, некий такой срез по разным мероприятиям. Прошу, сюжет студии. Областной фестиваль «Выходи гулять» это масштабная площадка отдыха для жителей Подмосковья. 7 января праздничные гуляния проходят каждые выходные. В Люберецком крае мероприятия пользуются особой популярностью. Кто-то старый Новый год совсем не отмечает, кто-то вовсю гадает на суженого, ряженого, ну а кто-то ест вареники с сюрпризами, а люберчане, как видите, отмечают этот праздник ничуть не хуже, чем Новый год. Под лозунгом «Выходи гулять» люберчане отдыхали даже в непогоду. В парках городского округа, а также на досуговых площадках центров культуры, поселков, активных жителей ждали интерактивные игры, интеллектуальные и подвижные конкурсы, а также заводные танцы. По всей Московской области были открыты новые зоны для отдыха всех жителей и в рамках этих реконструкций появление новых зон отдыха проводится фестиваль «Выходи гуляй». Программа фестивалей всегда разная. Это международные праздники, проводы зимы и весенняя тематика. Гостями мероприятий за три месяца стали сотни люберчан от мала до велика. С нами танцуют и малыши, и взрослые, и среднячки. Мы с ними изучаем различные танцы, кадри, ручейки. Также на месте мы учим с ними слова песен. Они все дружно подпевают в микрофоны, поэтому все у нас с участием. Фестиваль «Выходи гулять» проходит в Люберцах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Его цель привлечь внимание общественности к паркам и скверам, благоустроенным в 2017 году. Мы в этом году встречаем в замечательном парке новым, отстроенным. Это, безусловно, очень важно, так как для меня, как представителя молодежи, и для всех люберчан, я думаю, тоже, безусловно, важно. Самый добрый и яркий фестиваль – это не только песни и пляски. Для любителей активного отдыха организаторы готовят специальную программу. Несмотря на столь, мягко говоря, невесеннюю погоду, люберчане с удовольствием вышли погулять. Вот, например, на одной из площадок Центрального парка проходит спортивная эстафета. В ней принимают участие ребята из 4-го лицея. А в марте фестиваль собрал жителей округа на грандиозный флешмоб. Тогда в Центральном парке одновременно на нескольких площадках состоялись спортивные состязания, народные гуляния и концертная программа. Выходить, гулять люберчане будут до 10-го апреля. Казах, Казах, Казачок, Казах, миленький дружок. Казах, Казачок, Казах, миленький дружок. Анна Троян, телеканал ЛРТ. 28-го. Владимир Петрович, вот скажите, пожалуйста, какова цель данных мероприятий, сколько их было проведено вот за все это время, 7-го января, и есть необходимость их проводить? Я скажу так. Необходимость каких-то общественных действий, особенно если погулять, она всегда есть. Если тем более это как-то организовано, да, но учитывая то, что это же эти праздники, мероприятия делаются, конечно, в основном для молодежи, хотя мы приглашаем всех. Вы смотрите, вот сегодня чем занимается молодежь? Это в руках телефон или компьютер, либо какой-то аппарат электронный, где человек либо лежа, либо сидя, движение минимум. Многие родители и ко мне приходят жалуются на улицу, не выгонишь. И это тоже есть проблема. Вот эта акция, которую мы называли «Выходи гулять», это же не нами придумано. Это всероссийская акция. Это проходит по инициативе общественной организации Российской Федерации и по территории всей России, в том числе Московской области. И мы просто как бы влились, подхватили эту акцию. И мы стремились максимально как-то обозначить, как-то, скажем, как-то прорекламировать, как-то популяризировать вот эти, скажем, вот эти, как бы, действия именно на улице. Тем более зима. Погода была мягкой достаточно. Она немножечко была и снежной, и чуть морозной, но морозов тоже сильных же не было. И у нас, в основном, это проходило по территории всего городского округа. Достаточно много мероприятий было в центральном парке, в котором мы обустроили это и снежные горки, это детские, спортивные площадки, это катание на лыжах, на санях, там, на лошадках. И мы задействовали наше управление культуры, где, скажем, самые разные группы нашего населения, и молоденькие, и детишки, и взрослое население, где и пели, и плясали, и просто веселили. То есть мы стремились, чтобы создавалась хорошая такая веселая атмосфера. Вот таких мероприятий мы провели более 200. Это у нас есть статистика, есть же масса фотографий. Это всего, да, по всему округу? По всему округу, да. И по статистике тоже ввели такой подсчет, где-то приняло участие не менее 7 тысяч человек. Я скажу, для Люберец, Люберецкого городского округа, где проживает более 300 тысяч человек, 7 тысяч это мало. Поэтому, тем более, когда зимние каникулы, у нас только в школах учится порядка 28-29 тысяч человек. Наверное, народ просто не привык еще. Да, не привык, поэтому эти, я так думаю, подобные праздники мы будем популяризировать, потому что на самом деле как-то надо дышать свежим воздухом, заниматься спортом, быть более активным. Лыжную трассу сделать. Тем более, мы же приглашаем не работать, я извиняюсь, не вагоны разгружать. Это просто повеселиться, поиграться, спеть, побегать и прочее. Поэтому я думаю, что этими вопросами, подобной практикой, организацией такого хорошего досуга или отдыха мы будем заниматься. Еще есть звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я с Надежды Викторовна, я с улицы Льва Толстого. Опять же. Опять же. Я хотела по поводу парковки еще раз. Простите, у вас сегодня прям ажиотаж. Между 8 и 10 домом по улице Льва Толстого осенью сделали парковку. Почти сделали. То есть расчистили полностью место. Там большая такая, достаточно такой кусты. Она, птичная парковка, там она уже была. Вот. Осенью я написала, он добродел, спасибо большое, мне ответили. Начали делать парковку. расчистили место, завезли щебенку. Потом, смотрите, получилось так, что половину заасфальтировали, оградили и сделали. И ровно половину, вот ровно половину этого места, чистили обратно песок и щебень, увезли, стали туда отборники складывать мусор. И так она в зиму и ушла. Вот ровно половина парковки осталась, ну как бы, просто, я не знаю, почему. Ее не сделали. Вот. Сейчас зимой пока люди себе там ставили, но вот сейчас все тает и опять половина парковки в грязи. Мне бы очень хотелось, чтобы ее доделали, потому что место прям вот между этими домами, оно там, прям парковка. она там называлась. Надежда Александровна, да? Викторовна. Викторовна. Надежда Викторовна, вопрос замечательный, я его зафиксировал. Я скорее думаю, что и там планируется парковка, другое дело, возможно, не успели в зиму, потому что все-таки это же асфальт, зимой его не положишь. Поэтому я уверен на 100%, что мы эту работу завершим мае-июнь месяц. Поэтому парковка будет. Продолжая тему благоустройства, вы уже говорили о том, что большая часть мероприятий была проведена как раз в Центральном парке. И это радует, потому что первый этап реконструкции парка он завершен. Наверное, большая часть его уже сделана. Сделаны тротуары, сделаны тропинки, стоят скамейки, проведено освещение. Елка очень хорошо там вписалась. Красиво там вписалась. Постоянное место ее зимнее будет? Думаю, да. Я на нее смотрел. Такое чувство, что это елка там стояла всегда. Всегда, всегда. Вот. И вот, что больше всего радует, у нас проводился еще как бы один конкурс на выбирали лучший проект «Комфортная городская среда». И большая часть люберчан как раз отдали предпочтение именно Центральному парку. Скажите, пожалуйста, ну вот планируется еще второй этап реконструкции парка. Что будет сделано? Откроет ли он свои двери вот перед днем города? Мы будем стремиться, конечно же, парк завершить, потому что в парке должна быть вот, мы там аллею как бы сделали такую, и аллея должна прийти к сцене. Мы планируем ее сделать. Мы планируем, мы входную группу сделали, но входные группы, их две, со стороны Октябрьского проспекта и со стороны между Триумфом и администрацией. Должны быть скульптуры. И мы их утвердили, и мы сейчас приступим к их изготовлению. Должны быть определенно не до конца сделаны тропиночные сети. Мы планируем сделать велодорожки. Это все мы планируем. Я скажу, любой парк без аттракционов это не парк. И мы на сегодняшний день по сути подготовили определенный аукцион. И я думаю, что скорее всего, потому что мы ставим задачу, чтобы зашла структура, которая имеет определенный опыт в организации что касается всяких игровых и малых и просто, скажем, все, что связано с каким-то детским отдыхом, должна зайти организация, которая имеет этот опыт. Потому что все вот эти вопросы, связанные с эксплуатацией всевозможных игровых вот этих элементов, они же вращаются, они крутятся. это техника безопасности. Поэтому мы завели структуру, которая сегодня подобными, скажем, подобной организацией отдыха детей, жителей, она занимается в Центральном парке культуры отдыха, это у нас парк культуры, на ВДНХ, а также в других городах по России. Поэтому я думаю, что эти аттракционы, они будут установлены в мае или где-то в начале июня 100%, потому что мы проговаривали, что мы должны закупить совершенно новые аттракционы. Это сегодня дешевое удовольствие, это деньги, и эта организация с этим согласна. Мы немножко идем дальше. Парк без колеса обозрения, это тоже же не парк, поэтому мы поставили задачу. Это колесо. Да, ставим задачу, чтобы было колесо. Такое же, как на ВДНХ? Ну, я не знаю, на ВДНХ для обзора мосфет колесо, я не знаю, какой диаметр, у нас будет диаметр 30 метров. Это тоже для обзора города Люберца это будет замечательно. Поэтому это все мы планируем сделать, и чтобы в летний период функционировал парк, прогулки, освещение, аттракционы, вот это колесо обозрения, и понятно, что она пара заиграет. Но жители же, многие не знают, какие были усилия предприняты, чтобы этот парк стал тем, чем он сегодня есть на самом деле. Мы только завезли в этот парк более 5000 кубов земли. И это не бюджетные деньги, потому что у нас же принято обсуждать и говорить зачастую, что завезли там 5000 кубов земли, потратили деньги, деньги закопали. Ни одной бюджетной копейки в парк потрачено на землю не было. Это договоренности с разного рода бизнес структурами, которые оказали просто помощь в виде земли и машин. Мы не знаем, кому они платили, сколько они платили, просто я просил и упрашивал ряд компаний, и они в складчину завезли землю сами, и наша задача была ее раскидать, разровнять. и это тоже работа сделана. Это по сути два железнодорожных состава земли, и это не видно, в парше все-таки 13 газ земли, и эта местность была пересечена где-то скажем и с ямами, и какими-то ухабами. То есть ее нужно было выровнять. Да, а на сегодняшний день если вы пройдете по парку, люди посмотрят и такое чувство, что так было всегда, а так же всегда не было. вот совпадут их, скажем так, мысли, что будет в парке или нет, посмотрим чуть позже, у нас пока есть звонок, и не будем ждать, заставлять ждать на линии человека. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, Владимир Петрович. Представьтесь, пожалуйста. Я Зарянова Галина, жительница Малая Павлина, вам известная. Вы к нам приезжали в феврале месяце с телевидением, вот, и понимаете, у нас так же остались проблемы со светом, с канализацией, и еще к этому добавился запах гари полиэтилена. Вот скажите, пожалуйста, как продвигаются наши дела, и чего нам вообще ожидать, потому что мы уже боремся, 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 пишем, а сдвига, как говорится, никакого. Свет также отключают. Канализация раньше, если запах был в определенных корпусах, то уже практически во всем жилищном комплексе идет вонь. Но еще и к этому добавился вонь полиэтилена. Пожалуйста, подскажите, что и как. Спасибо. Я отвечу, как бы все понятно. Что касается электричества, сегодня мы делаем проект, идет согласование с МОСЭНЕРГО, потому что, к сожалению, так получилось, что, я думаю, что вы знаете, и наверняка знаете, что до объединения в городской округ, в каждом городском поселении, Малая Павлина, это городское поселение Коросково было, была своя администрация, выдавались разрешения на застройку администрациями местными, и так получилось, что вся застройка, которая у Малая Павлина, там целый ряд вопросов этой застройки с такими грубейшими нарушениями. В чем заключается? Канализование сделано таким образом, что зачастую там, скажем, грунтовые воды достаточно близко к поверхности, зачастую эти воды попадают в канализацию, система канализования, перекачки сделаны неграмотно и неправильно. Что касается электричества, вы это знаете, значит, это все хозяйство на одном вводе, электричества недостаточно, поэтому мы сегодня с МОСЭНЕРГИ идет согласование, и мы заведем туда совершенно по-другому кабелю электричества, и мы проблему электричества решим, но понятно, что это с наступлением погодных условий нормальных, что можно будет залезть в землю и там копать, и должен быть проект, над чем мы сейчас работаем. Я думаю, что в течение ближайших месяцев мы проблему электричества сними. Сейчас какая работа у нас идет, так тезисно говорю. Сегодня у нас есть Люберецкий водоканал, в котором на балансе находится и вода, и канализование. И сегодня Люберецкий водоканал принимает с поселков все, что связано с водой и с канализованием. Поэтому этой темой после приемки, в стадии приемки всего хозяйства, не только с Малопавлина, а в целом с поселков, в собственность Люберецкого водоканала. Люберецкий водоканал по моему поручению в первую очередь займется Павлина. Но мы даже не будем ждать, скажем, когда там эта собственность будет до конца оформлена, с наступлением нормальной погоды, потому что, опять же, это работа все в земле. Мы эти вопросы по канализованию тоже решим. Что касается запаха полиэтилена, я не знаю. Давайте вместе с вами каким-то образом источник установим. Сегодня есть у нас и, скажем, в телефонах и видео, и фотокамеры. Звоните, 112, полиция, фиксируйте мне на почту. Я нахожусь во всех соцсетях, это и ВКонтакте, и в Фейсбуке, значит, в Инстаграме. То есть, сигнализируйте, мы должны вместе с вами выловить того, кто, скажем, занимается этим баловством, кто занимается сжиганием или утилизацией, не знаю, как это правильно назвать, какой-то пластмасса, поэтому это запахи. Потому что это уже, по сути, грубейшее нарушение, вплоть до того, что на таких мы можем заводить и уголовные дела, что мы и делаем. Поэтому, повторяю, по двум вопросам, электричество и канализование мы справимся, это наша задача, а выловить того, кто балуется сжиганием вот этих отходов, давайте сообща, найдем, значит, и привлечем к ответственности. Итак, до звонка я говорила о том, что у нас есть опрос жителей, именно о том, как они представляют после реконструкции центральный парк. Пожалуйста, покажите нам этот сюжет. Ну, детские, чтобы площадка была, детские, ну, чтобы растения, зелень немножко. Зелень, лавочки, урны, в принципе, достаточно для меня. Ну, наверное, что-нибудь для детей развлекательное, потому что, ну, в парк кто ходит, в основном мамочки, там, бабушки, я сама вот, с ребенком. Мне кажется, вот это лучше всего. И хотелось бы, чтобы у нас тоже были какие-то летние кафешечки, чтобы могли и мороженицы съесть, не на лавочке и не на ходу, а присесть и цивилизованно, да, принять еду и что-то, какие-то напитки выпить. Побольше для детей, побольше для досуга у нас, а то, в принципе, там никакого интереса просто пройтись не так интересно, да. Контроль со стороны государства, милиции, может быть, особенно вечерами, потому что хулиганство много очень, некоторые боятся сюда ходить даже с детьми из-за этого. Побольше зелени, чтобы насажали, так, чтобы, ну, детские, аттракционные. Ну, вот видите, как совпадают мнения с жителями. Про колесо никто не сказал, но большая часть говорит о том, что действительно хотят аттракционов больше, чтобы были кафешки. Ну, детские площадки, да, вот уже мы их поставили, детские, спортивные, пять площадок, они уже стоят, мы их установили. Кафе планируется, место выделено, и понятно, что кафе организует какой-то частный бизнес. Мы не будем заниматься со стороны муниципалов, поэтому тоже кафе у нас в плане есть, и мы ее должны запустить. Значит, был вопрос безопасности, понятно, безопасность, мы будем установить видеокамеры напрямую, связанные с безопасным городом, и будет, конечно, наряд полиции, это все-таки будет. Ну, вопроса не было, но меня вопросы задавали при встречах с жителями в парке, должны быть какие-то зонтики, там дождик пошел, или солнце светит, хотя там... Ну, где-то укроются, да, какие-то навесы должны быть? Да, поэтому будет, скажем, такие, как бы стоять, скажем, вот такие, ну, на укрытие, накрытие в виде каких-то зонтиков, где можно будет или от дождя, или от солнца присесть и отдохнуть. Лавочки мы уже установили, поэтому это такой будет полноценный парк отдыха, и он же, парк культуры и отдыха, поэтому это будет, я надеюсь, будет культура и будет отдых. И будет отдых, но культуру обеспечит. Скажите, пожалуйста, ну, вот что касается других территорий, ведь городской округ большой, и не только центральный парк, ключевое место здесь, есть и другие места, которые тоже хотят, чтобы они были обустроены. Мы планируем обустроить и Зуковая, и Смирновская, мы часть обустроили, и Октябрьский проспект, это вот эта территория от Смирновской до стадиона у нас и расширение в плане Октябрьского проспекта или реконструкция, то есть мы такую задачу ставим, чтобы как-то синхронизировать и расширение Октябрьского проспекта, и эту зону обустроить. По поселку будет что-то проводиться? Да, у нас в гарнизоне, значит, там есть такая сквер, мы будем обустроить в этом году. Что касается поселков, что касается поселков, вот это, значит, Красковский карьер мы планируем обустроить, значит, парк Лапса, это Томилино, значит, есть у нас Малаховское озеро, сегодня были вопросы с Малаховки и тоже нас в плане обустроить. У нас есть поселок Октябрьский и у поселка Октябрьский нету своего парка, поэтому сегодня мы вопросы решаем на уровне правительства Московской области. Есть лес, это лесфонд примыкает поселок Октябрьский. Лесфонд, мы, часть лесфонда, я думаю, там в пределах 15-20 гектаров земли мы возьмем в аренду как муниципалитет, и сделаем проект и тоже постараемся в зоне поселка Октябрьский для жителей Октябрьского сделать такую парковую зону, зону отдыха. И мы тогда, скажем, на территории всего городского округа, в наших поселках появятся какие-то зоны отдыха, где можно пойти отдохнуть. А под парком, я уже говорил, вот мы сейчас посмотрели парк культуры отдыха, здесь в Люберцах центральный, такие же элементы должны быть у нас и по поселкам. Поэтому у нас сегодня в Томилино есть парк, и он неплохой, я оценю, хороший на хорошем уровне. У нас есть ряд территорий, где парки можно организовать в Малаховке, мы их организуем. В Красково есть территория, где это уже почти сделано, до конца только доделать. И про Октябрьский я уже сказал. Еще у нас есть звонок, нас сегодня не отпускают из эфира жители активно, это хорошо, это радует. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, Владимир Петрович. Да, добрый вечер. Тачилкина леса беспокоит по поводу проспекта Победы. Да, Люберецкий парк очень хорошо и прекрасно, но проспект Победы, мы так измучились в таком он состоянии плачевном, ужасном. Нам везде отписки идут, что начало благоустройства в 2018 год. Но так хочется его хоть чуть-чуть получше видеть, чтобы он хотя бы к Дню Победы был. Может быть, что-то можно сделать? Ну, смотрите, я вам согласен. У нас, вы правильно сказали, значит, 2018 год обустройство, благоустройство проспекта Победы. И у нас сегодня есть утвержденный проект, план обустройства этой территории. Мы обустроим обязательно. Мы какой-то порядок наведем 9 мая. У нас, по сути, до 9 мая то остался месяц. Еще субботники впереди. И субботники впереди, да. Поэтому понятно, что можно сказать, да, мы до 9 мая сделаем, но зачем мы друг друга будем обманывать? Если делать, надо делать хорошо. Я немножко живу по принципу, как в Японии говорят. Надо делать либо хорошо, либо не делать ничего. Поэтому мы стремимся, я уже извиняюсь, делать хорошо. Вам судить, насколько у нас это получается, но стремимся. Конечно, люди разные, где-то можно сослаться, денег не хватает, но я на это никогда не ссылаюсь. Я говорю о том, что надо делать, делать хорошо. Значит, с деньгами, вот в эфир говорит такие слова, может, неправильные, но это народные поговорки. С деньгами и дурак сделает, а ты попробуй без денег. Поэтому у нас какие-то деньги есть, мне на все хватает. Но мы стремимся как-то сообща, каждую копейку учесть, подтянуть подрядчиков. Сегодня все подрядчики подтягиваются только через аукционы. Стремимся вопросы, скажем, эти работы контролировать, чтобы качество не страдало. На сегодняшний день, я думаю, что в этом плане что-то у нас получается. Поэтому проспект Победы в этом году мы обязательно обустроим. Замечательно. Скажите, пожалуйста, ну вот уже традиционный, да, апрель на носу, остались считанные дни, скажем так, до праздника Дня Победы. Но субботники же еще никто не отменял. Субботники будут в этом году? Будут. Но я скажу так, я не помню, чтобы мы встречали Пасху, а Пасха у нас через пару дней, к сожалению, да. И столько было снега. Всегда, скажем, мы к Пасхе, и так, скажем, на Руси, среди православных, принято, что к Пасхе надо залить в самый дальний угол и там его вычистить. Всегда наводили порядок и в доме, и вокруг дома, на территориях, и мы всегда тоже к этому стремились. Ну, эта зима немножко другая, поэтому, конечно, мы планировали первый субботник провести 14 апреля, второй 21 апреля. И сейчас мы будем наблюдать, что даст нам следующая неделя, потому что снега еще много, потому что, как правило, субботник, значит, зима после зимы, когда снег тает, все вскрывается, потому что люди, даже проходя по фантику, кидают, оно незаметно, снег стаял, и эти фантики становятся какими-то горами, какие-то горы мусора, да, пакеты, бутылки и прочее. Мы всегда наводили порядок. Если снег сойдет, понятно, потому что мы 14 мая постараемся максимально выйти и это все как-то убрать, навести порядок. Если, скажем, еще где-то снег будет, мы будем думать, что делать, хотя у нас 14 мая, мы планируем субботник, но, возможно, не такой масштабный. Уже масштабный, 100%, я думаю, что растает 21 мая, то есть 21 апреля, значит, мы проведем субботник. И даю себе отчет, если мы не совсем справимся, тогда следующий субботник мы проведем еще 28-го. Я, конечно, такие называю даты, субботники, потому что можно сказать, что у нас есть коммунальщики, они ходят на работу, им платят деньги, и с этим тоже можно согласиться, но после зимы, я извиняюсь, вот этот аврал, если мы хотим, чтобы на территории мы смогли быстро убраться, прибраться, навести порядок, избавиться от грязи и мусора, то надо просто всем взять и помочь, потому что вот этот период, тоже очень короткий, до конца, я оцениваю, апреля, можно и посадку деревьев сделать, кустарников, и территорию убрать, вскопать, что там эти деревья, скажем, их как-то облагородить, мы всегда это делали, опыт такой есть, мы это делаем, сообща с жителями, с управляющими компаниями, я вам скажу, так сложилось, что в каждом доме есть несколько активных жителей, которые являются заводилами, мы на них опираемся, мы их просим, мы их приглашаем, приглашаем, я думаю, что опираясь на такой актив, на управляющей компании, я думаю, что мы сумим организоваться, и вот эти субботники приведем, и наведем порядок. Мы обречены к 1 мая, должен быть на территории, ну, желательно, идеальный порядок, а уже к 9 мая, мы всегда встречали 9 мая, это мы пытаемся, как-то дорожную сеть, каким-то образом, облагородить, нанести какие-то полосы, разделительные, значит, сделать какую-то разметку на дорогах, потому что дорога, которая с разметкой, она по-другому смотрится, ну, и 9 мая, это святые праздники, мы даже не рассуждаем, просто нужно, времени мало осталось, просто нужно успеть навести везде порядок, но и силы есть, и желания есть, а самое главное, люди хорошие, мы все сделаем. Ну, вот все хорошие люди, кто желает принять участие в субботнике, милости просим, я думаю, что грабли, веники, все дадут, и деревья тоже, чтобы посадить. Ну, есть планы намечены, цели есть, так что будем выполнять. Спасибо вам за эфир, а вас, дорогие зрители, тоже благодарю, что вы нас смотрели, всего доброго, до встречи в эфире. Спасибо вам, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова